ребята всем привет прошелся пешочком километр и уже устал так что видео будет сегодня в сидячем положении сегодня я хотел бы рассказать основные шаги которые нужно делать человеку когда он только что вышел из бордера первое о чем нужно помнить это если вы везете с собой документы кроме загран паспорта например если вы собой везете еще паспорт своей страны права еще что то то желательно это все прятать как можно глубже свою сумку в рюкзак и никому не показывать на бордере почему потому что был такой случай когда знакомый у меня был на бордере ему потребовались определенные лекарства которые есть него в рюкзаке он пошел вместе с офицером чтобы взять лекарство и офицер увидел что у него еще лежит российский паспорт в рюкзаке и к сожалению как вы можете догадаться он этот паспорт забрал себе офицер и это безусловно сейчас усложняет процесс получения карты сдачи прав моему знакомому к сожалению это правда жизни так что желательно документы есть с собой везете их прятать еще есть вариант то что люди некоторые делают второй загран паспорт в своей стране и потом просто по почте отправляют его уже в америку получается один у вас паспорт забирают на бордере потом вы отправляете себе второй в россии есть такая возможность чтобы сделать именно два паспорта и это нормально вот так что в этом плане как будет всегда есть варианты в общем баскетболисты сраные пришли хотя второе кольцо свободное на хера на хера вот именно у меня это делать делать туда на очень продолжим получается можно отправить свой паспорт из своей страны в америку обычно с этим проблем нет но некоторые некоторые почтовые службы они не отправляют так что вы тоже это заранее выясните кто-то пытается уговорить офицера чтобы он им оставил их заграничный паспорт я о таком тоже слышал но не знаю насколько это вообще возможно если у вас там большая семья вас там куча детей может быть офицер и разрешит вам так сделать чтобы как бы дать вам паспорт заграничный но это конечно маловероятно потому что сами понимаете у них есть своя процедура определенная по которой они должны действовать так что скорее всего паспорт у вас точно заберут после того как вы отсидите на бордере вам дают документы это обычно три формы у меня была форма ай-94 ай-862 и 831 вроде формы вы проверьте чтобы в этих всех формах было правильно написано ваше дата рождения ваша фамилия имя и все ваши данные потому что мне выдали форму ай-94 но там уже была ошибка я говорю офицеры что тут ошибка он говорит ой ну такое бывает ничего страшного а фамилия правильно а дата рождения правильно я года ну тогда типа нормальный так пойдет в общем так что у меня сейчас ошибка в моей форме так что вы проверяете и желательно желательно чтобы вы сообщали об этом офицеру чтобы он вам своевременно мог это дело исправить дальше очень мы вышли получается если вы заранее не не побеспокоились о своем жилье то вам надо будет искать жилье получается сначала первые дни вам наверное ну придется переконтоваться либо в хостеле либо в отеле тоже закладывайте бюджет на это потому что удовольствие не дешевая я снимал среднем если брать отель на одного человека номер то у меня выходило примерно по 100 баксов так среднем хостел дешевле они там начинаются где-то долларов там с 35 40 если мы берем лос-анджелес так что на это безусловно тоже нужно определенную сумму заложить следующее если вы решили жить не в городе своего поручителя то вам желательно поменять в течение пяти дней ваш адрес проживания например ваш поручитель живет сан-диего вы решили там поехать в лос-анджелес например то желательно в течение пяти дней вам подойти в миграционную службу и там уже сообщить о том что вы меняете свой адрес проживания перед этим желательно открыть уже сим-карту видео по сим-карте я уже делал вы получается приходите к офицеру меняете свой адрес на новый адрес там записывайте имя фамилию и оставляйте свой номер телефона также желательно подать форму насколько я знаю о 33 я ее еще не подавал но желательно подать об этом я постараюсь попозже снять когда вот мы перейдем еще раз потому что сейчас мы съезжаем через недельку на новый адрес и после того как мы переедем я уже буду заниматься подачей этой формы и обо всем этом расскажу дальше желательно открыть банковский счет американский обычно люди делают это в банке bank of америка потому что там проще открыть это дело в принципе во всех отделениях вам все равно потребуется паспорт либо вашей страны национальной либо заграничной так что еще раз напомню ваша задача как можно больше сохранить документов у себя и еще немаловажный факт что вам нужно все документы которые вообще у вас есть на всякий случай сфотографировать потому что с помощью фотографий например мне удавалось заселяться в отеле хотя официально без документа в отель тебя заселить не могут через там пару месяцев вы должны примерно появиться в системе и желательно вам подать в течение года с момента того как вы пересекли границу и оказались в америке форму ай-589 вы ее подаете вы получаете подтверждение дальше вы регистрируетесь и становитесь членом в такой организации как ассаб там еще и вторая организация через которую можно делать но про нем меньше информации так что я советую организацию ассаб с ней вроде как проблем нет там регистрируйтесь все ссылочки оставлю в описании и спустя 150 дней можно уже податься на social security и дальнейшем на work authorization это разрешение на работу сейчас процессы все эти проходят дольше чем обычно раньше можно было получить за полгода сумме за 180 дней ssn и work authorization но сейчас очереди так что в среднем примерное ожидание например если мы берем лос-анджелес то там около 8 там 10 месяцев это в среднем следующее о чем вам нужно подумать это медстраховка я ее еще пока не сделал есть бесплатная страховка называется медикал в принципе они я с ним наверно тоже попозже но вы должны знать что желательно все таки страховку себе эту сделать а насколько я почитал в интернете эта бесплатная страховка никак в дальнейшем не должна отразиться негативно когда у вас уже будет суд и одобрение вам политубежища либо грин карты так что насколько я знаю в принципе медицинской бесплатной страховкой можно пользоваться без проблем следующее есть уж вообще вас прижмет здесь и нечего будет есть то вы можете обратиться в определенной организации волонтерские например футбанки организации очень много название я тоже напишу в описании также я уточнял адвоката спрашивал в самом футбанке у людей кто там раздает еду они говорят что вся эта информация которую вы им даете чтобы они вам выдали еду она никуда дальше не отправляется получается что миграционные офицеры не буду знать что вы пользовались бесплатной едой также если у вас проблемы с одеждой то футбанках и всевозможных шелтерах это общежитие вы можете там взять одежду как бы мы одежду еще не брали в принципе по одежде здесь проблем нет одежда дешевая куча брендов всяких и бренды которые в наших странах недоступны здесь ты можешь купить по адекватной цене потому что цена здесь ниже и зарплаты здесь выше следующее это сдача на права можно либо получить айди либо сдать на право я все-таки планирую сдавать на право потому что напомню что во первых мои права забрали водительские российские и права они будут служить таким вашим основным документом здесь это тоже будет плюсом если у вас есть права водительские американские то вам уже будет проще с арендой нормальной недвижимости нормальной квартиры здесь потому что все что я смотрел если что-то более менее нормальное по квартире то к сожалению хотя это правильно требуется документ требуется там айди либо driver license либо паспорт и также они хотят получить выписку своего банковского счета за последние три месяца хотел еще дополнить по поводу прав водительских раньше была такая тема что можно было сдать там за один за два дня в майами сейчас насколько я знаю уже эту лавочку прикрыли и сроки увеличились по лос-анджелесу вы можете записаться на на теорию стоить это будет около там 37 38 долларов примерно если вы теорию сдаете то вам нужно пройти практику вождения но перед этим если вы перешли через мексику вас проверяют в специальной базе можно ли вообще вам сдавать практику вождения или нет так что закладывайте еще время в среднем вот мне знакомо говорили что им сообщали ждать еще шесть недель получается вы сдаете теорию потом вы подаете на практику вас проверяют шесть недель в среднем как бы время может разниться там у кого-то три недели у кота 4 у кого-то 6 информация разная и как раз после одобрения вы сможете сдать вождение и наверное последним пунктом это будет адвокат желательно конечно чтобы не была лицензия также я оставлю в описании ссылку на сайт где можно проверить адвокатов по калифорнии которые здесь обучались и которые получили лицензию в калифорнии я такого адвокат нашел так что сейчас мы будем начинать мой процесс легализации и безусловно каждом этапе я вам буду сообщать в принципе это были основные моменты которые вам нужно знать чтобы максимально быстро легализоваться в этой стране также если вы меняете адрес номер телефона то желательно эту информацию доносить до страховки именно до компании которая вас страхует там medical не medical до миграционной службы также вам нужно будет донести информацию что вы поменяли адрес проживания номер телефона ну что ребят на этом пока все оставляйте свои комментарии всем удачи и увидимся